Евгений Евгеньевич Небеденко, название «Доклада». Снимаем на входе по льву, но для собственного Чехосовского района. Сначала я хотел бы поблагодарить организаторов и предоставленным нам словом. Тема нашего доклада с Юрием Геннадьевичем называется «Об экстремальных многоугольников для собственного Чехосовского радиуса». Структура доклада будет состоять. Сначала мы поговорим о Чехосовском радиусе границы для заданного выпукланого многоугольника, потом сформулируем гипотезу Вальтера, зададим определение магических змеев. Дальше приведем схему доказательства гипотезы Вальтера и в конце поговорим о каких-то дополнительных возникших гипотезах в результате компьютерного расчета. Пусть у нас задано какое-то метрическое пространство xd, и для непустого ограниченного подмножества m из x и непустого y из x относительный чебушевский радиус может быть определен следующим образом. То есть это инфинум по x из y, супремум по y из m, то есть расстояние d от xy. То есть d от xy мы предполагаем стандартную лидовую метрику. В случае, если y равняется m, то мы получаем определение собственного чебушевского радиуса множества m. Для краткости, собственно, чебушевский радиус m мы будем обозначать дельта m, ну и, то есть он имеет очевидный геометрический смысл в данном случае, то есть для компакта это будет наименьший радиус шара в центре множества m, который покрывает множество m. Изучение экстремальных проблем для выпуклых кривых и в гидовой плоскости для заданного чебушевского радиуса было начато в работе Рольфа Вальтера, ссылочка снизу, то есть статья о проблемах минимакса для овала. То есть в частности в своей работе он показал, что c2 гладкие выпуклые кривые, имеется в виду замкнутые, имеют хорошие аппроксимации с замкнутыми ломанами в смысле собственного чебушевского радиуса. То есть, ну и это замечание приводит к естественным экстремальным задачам для выпуклых многоугольников. То есть, тем была сформулирована и доказана следующая теорема, что для каждого треугольника p в гидовой плоскости выполняется следующее неравенство. Ну, l от гамма это у нас получается периметр этого треугольника, то есть от льта гамма это собственный радиус его границы. Причем равенство выполняется для правильных треугольников. То есть мы будем называть н-угольник p экстремальным, если он имеет наименьший период, периметр среди всех выпуклых н-угольников с границей, собственный чебушевский радиус, который, ну, задан. То есть, в частности, получаем, что вот это отношение l от гамма делить на дельта от гамма принимает наименьшее возможное значение, где гамма это граница нашего многоугольника. То есть в своей работе он также сформулировал гипотезу про четырехугольники p, что для выпуклого четырехугольника p в гидовой плоскости выполняется уже следующее неравенство. Причем равенство будет достигаться на так называемых магических змеях, то есть это определение опять доношек им, и означает выпуклые четырехугольники, которые гипотетически экстремально, ну, по отношению к собственному чебушевскому радиусу. С точностью до подобия такой четырехугольник ABCD может быть задан вот своими вершинами, ну, вершины такого четырехугольника могут быть заданы следующим образом. То есть вот отметим также, что для квадрата выполняется нижнее неравенство, что периметр квадрата равняется 8 делить на кольню из 5, умноженный на значение собственного чебушевского радиуса границы квадрата. Ну, и вот здесь приведена оценка, что 8 на кольню из 5 у нас больше получается той оценки, которая у нас для магических змеев приведена. То есть, в общем, квадраты не являются у нас экстремальным фигурами, я не имею в виду, четырехугольниками. То есть на данном слайде вот у нас приведен магический змей, то есть треугольник ABCD. H и T здесь у нас собственный чебушевский центр его границы. Пунктиром указаны у нас максимумные отрезки, которые вот соединяют собственные чебушевские центры с максимально удаленным от них вершином. В общем, вот такая структура получается. Но при этом длина этих отрезков совпадает, и они равны собственному чебушевскому радиусу границы. То есть вот так у нас выглядит магический змей, то есть основная цель доклада – привести схему доказательства гипотезы Вальтера. Пусть у нас гамма из R2 – это будет какое-то компактное множество, в частности, выпуклое кривое. То есть мы определим функцию мю на множестве, как максимальное расстояние от точки х до любой точки у, принадлежащей этому гамму. То есть вот точки на гамме такие, что мил от х равняется минимуму по у из гамма, мил от у, то есть и они будут у нас по определению получаться равными. Дельта от гамма будем называть экстремальными для этой гаммы. То есть заметим, что экстремальные точки для гаммы, но только они являются собственными чебушевскими центрами для гаммы. Вот для любого многоугольника П и любой заданной точки из этого многоугольника, получается, что максимальное расстояние у нас d от x, y, y берется от g, то есть достигается в какой-то вершине Т. То есть мил от х у нас равняется максимальному расстоянию от точки х до какой-то вершины многоугольника П. Ну так как у нас этих вершин в принципе может быть несколько, поэтому нам уместно ввести еще такое множество f от а, в котором у нас будут содержаться все вершины, которые максимально угадают от точки. Ну и понятно, что вот это множество, да, как написано, будет содержать у нас только вершины гаммы, если она является у нас границей многоугольника П. Следующий момент. Ну давайте вот перенумеруем, вернее обозначим вершину через аиты нашего многоугольника. Н можно брать, вернее берется больше либо равняется 4, и поговорим, то есть вот о множестве, которое состоит из собственных Чебушевских центров. Ну понятно, что для каждого многоугольника оно не пусто, и также ясно, что у нас пересечение этого множества с какой-то стороной или пусто, или все-таки на вот этой стороне у нас содержится точка, которая является собственным Чебушевским центром. Ну и вот доказываются некоторые предложения, которые можно использовать в качестве необходимых условий экстремального многоугольника. То есть, допустим, если н-угольник у нас экстремальный, и на какой-то стороне у нас нет Чебушевского центра, тогда у нас существуют вот какие-то две точки, принадлежащие данному множеству решения. Такие, что вот расстояние их до вершины А и расстояние от второй до вершины А и плюс один будет равняться у нас к значению собственного Чебушевского парадокса. Второе пропозичное. То есть пусть у нас какая-то вершина, если она является собственным Чебушевским центром, границей, тогда у нас выполняется вот это неравенство. Ну и получается, что если мы предполагаем, что у нас трехугольник П все-таки экстремальный, то вот вершины не должны содержаться в данном множестве джемин. То есть, если мы обозначим НЕ множество, ну мощность множества нашего джемин, то оно будет от единицы до четырех. Ну и разумно нам перебрать все возможные случаи, когда у нас один, собственно, Чебушевский центром, там два, три, четыре. Так, следующий момент. Вот, допустим, здесь такое геометрическое наблюдение можно продемонстрировать. Если мы возьмем четырехугольник ABCD, то есть на стороне AB у нас есть точка H, которая является у нас собственным Чебушевским центром, граница. Расстояние при этом HD равняется HC. Ну, то есть вершина DC лежат на окружности с центром точки А. Ну, допустим, пусть это радиус равен у нас единичке. То есть, что мы замечаем? Если угол HDC больше, чем угол HDA, то у нас вот можно взять на окружности правее точку D'. Понятно, что она также будет... Расстояние у нас HD3 будет таким же, как HC, ну, то есть она лежит на окружности, но при этом у нас получается, она лежит внутри. А, в красном у нас мы построили эллипс с фокусами в точках А и С. То есть, ну, вот видно, что суммарное расстояние от новой точки D' у нас становится меньше, да, вот этих вот вершин H и С. Вот это вот наблюдение лежит в основе доказательства вот следующей клеммы. Ну, я вот остановлюсь на следствиях из этой клеммы. То есть, если у нас на какого-то Чебушевского центра максимально удалена только одна вершина, получается, что вот прямая проходящая через АС должна быть ортогональной стороне ВЦ, на которой у нас расположен собственный Чебушевский центр. Ну, второе следствие, про то, что я говорил, допустим, угол CDH, он у нас должен быть меньше либо равняется углу ADH. То есть, ну, собирая вот эти вот все необходимые условия полученные, мы получаем, ну, допустим, для случая, когда у нас два Чебушевских центра, вот четыре типа, прошу прощения, три типа четырехугольников. При этом вот пунктиром у нас обозначена, то есть максимально удаленная вершина, вернее, отрезок, соединяющий наш собственный Чебушевский центр с максимально удаленной от него вершиной. Вот для простоты исследования, то есть можно брать их равными единицами, то есть чтобы попроще было считать. Ну, и получается, что в данном случае мы каким-то образом, скажем так, параметризуем наш четырехугольник, и нам нужно оценить его периметр. Ну, по сути дела, мы ищем минимум функций, ну, от трех параметров, то есть для данного случая. При этом на эти параметры, ну, налагаются дополнительные условия, ну, допустим, угол АЖ, вернее АЖБ, он должен у нас быть меньше либо равняки пополам, чтобы у нас Чебушевский центр не уменьшился. Ну, кстати, и так далее, то есть вот, например, под случай у нас 2, 3, там вот такое замечание, если я буду уменьшать угол АЖ2АЖ2В и угол ДЖ1С, то есть у меня на, при каком-то шаге возникнет ситуация, что на стороне АД или ВВЦ появится точка, от которой, ну, расстояние до противоположных вершин может стать меньше вот этой вот единички. То есть нам нужно еще следить за то, а затем, когда мы варьируем параметры, чтобы наш Чебушевский радиус, он не изменился, ну, и стал лучше. То есть на данном слайде представлены случаи, когда вот у нас 3 Чебушевских центра, то есть возможно это для исследования. Но при этом, опять же, могу заметить, что, допустим, в случае В, он у нас не реализуем, по какой причине, что если у нас Е является собственным Чебушевским центром, ну, и, соответственно, Ф, тогда вот у нас вот расстояние ЕС и ФД должно быть меньше либо равняться единице одновременно. То есть мы просто показываем, что это не выполняется, то есть вот этот вот случай у нас не реализует. Так, дальше. Вот здесь у нас представлены то есть случаи, когда вот у нас 4 Чебушевских центра, вот как раз таки вот в семействе четырехугольников, в случае вот 4.1, в нем у нас присутствуют магические змеи. А вот, допустим, в случае 4.2 у нас содержится где вот квадрат, то есть вот квадрат от 4 собственных Чебушевских центра, и вот от каждого из них максимально удалены вот две вершины. Ну, вот следующий момент. Вот здесь вот представлены, ну, вариации дальнейшие, что вот у нас уже когда на стороне, допустим, ДС, там, СВ уже расположены собственные Чебушевские центры, от которых максимально удалена одна вершина, одна и та же. На рисунке бета максимально удалены, и ее тоже по одной, но не разной. И вот мы вот эти вот все случаи исследуем. И как бы те случаи, которые невозможны, но вот опять, допустим, случай у нас 4.3, он у нас опять не реализуем. Вот здесь вот, допустим, ну, почти все, скажем так, доказательства, то, что это в случае невозможно, приведено. Ну, то есть игра идет вот на том, что мы оцениваем, вот у нас угол ДФА, он должен быть меньше либо равен и пополам, чтобы у нас ДФ был Чебушевским центром. Ну, вот при вот этих вот требованиях, которые сверху приведены, то есть мы, получается, выходим на противоречие, что угол у нас ДФА больше либо равен и пополам. То есть мы не реализуем данный случай. Вот. И в конце вам не хотелось бы доклада поговорить, ну, результаты компьютерных расчетов для случая, когда у нас N больше, чем 4. То есть здесь у нас получили следующую гипотезу, что если у нас N является нечетным, ну, как и в случае 3, что у нас экстремальными многоугольниками являются правильными. А вот в случае, когда у нас N четное число, понятно, там просто примеры строятся, что правильные уже такие н-угольники не являются экстремальными, а вот их вид зависит вот от степени там числа 2, с которым она входит как множитель, вот в число N. То есть гипотетически вот экстремальные многоугольники для случая N равно 6, N равно 10 переведены на следующем слайде. То есть это равносторонние н-угольники, ну, вот при этом, что для случая A у нас вершины образуют два правильных треугольника с общим центром. Для случая B это у нас будет два правильных треугольника, ну, то есть тоже с общим центром. Оценив их периметр, то есть мы вот получаем такие неравенства для, соответственно, выпуклых шестиугольников и для выпуклых десятиугольников. Доклад окончен, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Извините, пожалуйста, я вот плохо очень слышал дискуссию, может, я повторюсь. А для N-угольников у вас гипотеза есть какая-то? Ну, вот видите, гипотеза разбивается на два случая для четных N и… Это я понял. Ну, вот как-то, если N произвольная, то есть тут… На данный момент есть проблема в получении экстремального многоугольника для четверти 8. А, вот так, да? А для общего N даже непонятно, наверное, как, да? Да-да, ну, для 8 непонятно. То есть они построены какие-то, но я не могу… Ага, ну, понятно. То есть там какая-то функция будет непонятно… А ее, если она есть, можно как-то исследовать или нет? Не знаю, нет. Мы не знаем, как она… Да-да, я понимаю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.